Здравствуйте, с вами Кик. В сегодняшнем выпуске вас ждет компания Apple, которая решила больше не заморачиваться с починками своих смартфонов и вовсю запустила сервис по самостоятельному ремонту. Hyundai, решившая открыть в Америке центр разработки сверхпроходимых машин. Беспилотный болид, который разогнался до рекордной скорости. Самый легкий в мире внедорожник с электродвигателем. И NASA, показавшая разбившийся спусковой аппарат Perseverance на Марсе. Все это и многое другое прямо сейчас. Погнали! Начнем мы сегодняшний выпуск с Купертино. Как, наверное, многие помнят, прошлой осенью Apple заявила о намерении запустить Self-Service Repair, сервис по самостоятельному ремонту, навеянный нарастающим мировым движением за упрощение ремонта гаджетов. И вот теперь, чуть менее полугода спустя, состоялся его полноценный запуск в США. На данный момент компания предлагает запчасти для последних моделей iPhone, линейка iPhone 12, iPhone 13 и iPhone SE 2022 года. В каталоге можно найти более 200 деталей, среди которых аккумуляторы, дисплеи, динамики, камеры, вибромоторы и многое другое. Стоимость варьируется в зависимости от модели, но разбег по цене зачастую не слишком велик и стремится к наивысшей планке, так экранный модуль топового iPhone 13 Pro Max с креплением и клеем обойдется в 311 долларов 96 центов, тогда как аналогичный набор для iPhone 12 предлагается за 269,95 баксов. Стоимость аккумуляторов и вовсе почти для всех моделей фиксированная – 69 долларов. И неважно, будет ли это огромная батарея от 13 Pro Max или крошечная от малыша 12 mini. К счастью, можно слегка сэкономить, получив скидку за отправку в Apple старых запчастей на утилизацию. Кроме того, Apple предлагает набор инструментов для ремонта, которые можно купить за 49 баксов или же использовать бесплатно с условием возврата в течение недели. Также Apple предлагает скачать текстовые руководства по ремонту и подчеркивает, что самостоятельный ремонт. Предназначен для людей, которые имеют опыт ремонта электроники. Позже в этом году компания обещает добавить запчасти для компьютеров Mac с чипами Apple, а также охватить данным сервисом рынок Европы. Похоже, Тим решил, что лучший iPhone – это iPhone, сделанный своими руками. И кто знает, может, они напрочь закроют все сервисные центры. Ну а тем временем в России ремонт iPhone подорожал в среднем на 50%. В марте компания приостановила продажи и прекратила поставки продукции в страну. В результате цены на технику Apple выросли на величину от 13 до 124%. Друзья, в 21 веке технологии очень трудно разобраться всем желающим, в какую именно специальность углубиться и что выбрать для будущей профессии. И именно поэтому образовательная платформа Geekbrains предлагает первую программу обучения для осознанного выбора специальностей и карьерной траектории в сфере IT под названием «Разработчик». Все, кто хочет с нуля получить востребованные профессии, не знает, с чего начать и хочет иметь стабильный и высокий доход – это информация для вас. Но прежде чем я расскажу про саму программу, отмечу, что Geekbrains – лидеры на рынке IT-образования с 2010 года. Имеют государственную образовательную лицензию, у них учатся более 70 тысяч студентов. По окончании обучения выдают диплом о профпереподготовке государственного образца, а еще они гарантируют трудоустройство и помогают в запуске собственного IT-бизнеса. А теперь о самой программе «Разработчик». На ней вы изучите прикладную математику, познакомитесь с профессиями в разработке, популярными языками программирования и сможете выбрать свою специализацию – программист, тестировщик, аналитик, проект-менеджер и продакт-менеджер. Geekbrains предлагает новый подход к образованию, гибкий формат обучения, учитесь онлайн с преподавателем или просматривайте в записи готовый видеоматериал. Длительность самого обучения будет исключительно на ваше усмотрение. Плюс у вас будет целый год изучения английского языка в подарок. А по нашему промокоду КИКОБЗОР вы вообще получите 30% скидку на программу «Разработчик». Промокод можно активировать до конца мая. Обязательно переходите по ссылке у нас в описании и инвестируйте в ваше образование и карьеру осознанно вместе с Geekbrains. А вот компания Hyundai рассказала о намерении построить в американском городе Bosman, который находится в штате Монтана, центр для разработки и испытаний инновационных транспортных средств повышенной проходимости. Он получит название New Horizons Studio. Работы будут проводиться совместно с инженерами университета штата Монтана. Объект появится на территории инновационного кампуса университета штата Монтана. В ближайшие пять лет New Horizons Studio получит финансирование в размере 20 миллионов долларов, а штат-центр составит 50 сотрудников. В центре будет проводиться разработка и испытание так называемых транспортных средств максимальной мобильности. В частности, речь идет о концептах Project Elevate и Tiger. Концепт Project Elevate был представлен в 2019 году. Он представляет собой транспортное средство, оборудованное роботизированными ногами с шестью степенями свободы. И каждая нога заканчивается колесом. Такая конструкция существенно повышает проходимость машины. Ноги работают как пассивные и активные амортизаторы при движении на колесах и полностью раскладываются, если ландшафт местности оказывается слишком сложным. Подобные машины окажутся полезными и в военных операциях, и в спасательных миссиях. Они полностью симметричны и могут с одинаковым успехом передвигаться в любом направлении, предлагая доступ в кабину со всех четырех сторон. В описании концепта говорилось о четырех посадочных местах, но на практике решено воплощать концепт в двухместном исполнении. Представленный год назад концепт Tiger представляет собой уменьшенную и несколько упрощенную версию Elevate. Теперь это не пассажирское транспортное средство, а относительно небольшой робот-доставщик, который также умеет и ездить, и ходить. Предприятие в Монтане будет иметь площадь от 1100 до 1400 квадратных метров. Это значит, что инженеры Hyundai смогут работать в тесном контакте с учеными и испытывать машины на скалистой местности штата. Строительство центра New Horizons Studio начнется уже в июне. Американская же компания Outrider представила полноприводной электрокар с уникальной конструкцией. Новинка под названием Coyote – это полностью электрический одноместный внедорожник, ориентированный на водителей с ограниченной подвижностью. Несмотря на скромные габариты, транспортное средство может похвастаться не детскими ходовыми качествами. Ключевой характеристикой новинки стала портативность. Складная конструкция позволяет уместить транспортное средство в кузове небольшого хэтчбэка, а его вес составляет от 59 килограммов в зависимости от модификации. Топовая версия Coyote оснащена полным приводом суммарной мощностью 5 киловатт, независимой регулируемой подвеской и аккумулятором на 6 киловатт-часов. Запас хода будет от 130 километров. Для лучшей проходимости новинка комплектуется специальными шинами на 20-дюймовых дисках, а клиренс необычного внедорожника составляет 18 сантиметров. По умолчанию максимальная скорость Coyote ограничена назначением в 28 километров в час, но по заверению производителя она может быть программно изменена в соответствии с законодательством по месту покупки. Система управления внедорожника включает пару рычагов, которые используются как замена педалей газа и тормоза, а также рулевого колеса. Базовая версия Coyote обойдется покупателям в 13 тысяч 985 долларов, а полноприводную компанию оценила в 20 тысяч баксов. Поехали дальше! Гоночная команда из Indie Autonomous Challenge обновила рекорд наземной скорости для беспилотных автомобилей. Полностью автономный болид DeLara AV21 без водителя внутри сумел разогнаться свыше 300 км в час на взлетно-посадочной полосе для шаттлов в космическом центре имени Кеннеди. Автомобиль DeLara AV21 оснащен лидар-камерами, всевозможными датчиками, графическим процессором NVIDIA Quadro RTX 8000 и искусственным интеллектом для самостоятельного вождения. В этот раз модель предстала с четырехцилиндровым турбодвигателем, достигнув 435,3 кВт. В переводе на лошадки это где-то 584 лошадиные силы, что на 30% больше мощности по сравнению с 335 кВт в болиде предыдущего поколения. Это позволило развить скорость до 309,3 км в час. Заезд IAC вызвал большой интерес по всему миру, в результате чего на него зарегистрировалась 41 университетская команда. Инженеры из Джейн-Дзяньского университета сумели запрограммировать группу из 10 дронов на полет в густом бамбуковом лесу. Это достаточно сложная задача из-за большого количества деревьев, что стало настоящим вызовом для программных алгоритмов. На подобный эксперимент исследователи вдохновили стаи птиц. Миниатюрные роботы оснащены камерами глубины, датчиками высоты и бортовым компьютером, но их главным достоинством стал алгоритм, предотвращающий столкновения и оптимизирующий полеты координацию внутри группы таких дронов. Благодаря независимости от внешних инфраструктур и GPS-данных, такой роботизированный рой можно использовать во время стихийных бедствий, отправлять в пострадавшие от землетрясений районы для осмотра повреждения и определения, куда отправлять помощь. Альтернативный способ их использования – коллективное поднятие полезной нагрузки и ее транспортировка. По словам инженеров, этим экспериментом они пытались сбалансировать конкурирующие требования, потребность в небольших и легких машинах с высокой вычислительной мощностью и построение безопасных траекторий без значительного увеличения времени полета. Теперь к искусственному интеллекту. Разработана новая программа из категории Deepfake под названием Head Swapper. В отличие от существующих аналогов, она заменяет на фото и видео не только лица, но и головы целиком с сохранением исходной мимики. Эффект достигается с помощью двух специально разработанных модулей. Первый модуль под названием Head-to-Head Aligner отвечает за качественный перенос информации о позе и мимике с целевой головы на исходную путем глубокого анализа модели. Второй модуль Head-to-Scene Blender решает проблемы, связанные с изменением цвета кожи и несовпадением фона вокруг головы в процессе замены. Для устранения неуместных контрастов и создания семантического эталона цвета внедрен алгоритм BlendingUnet. Результат слаженной работы всех этих компонентов можно оценить на видео. Масштабные эксперименты показали, что новый метод дает превосходные результаты при замене головы на различных сценах. Впрочем, авторам еще есть над чем поработать, поскольку различные артефакты все же выдают подмену. Принадлежащий компании Илона Маска SpaceX спутниковый провайдер Starlink предложил своим абонентам услугу Portability. За 25 баксов в месяц владельцы спутниковых интернет-терминалов смогут пользоваться ими в любой точке родного континента, где есть покрытие. Полюбившие удаленную работу люди теперь смогут трудиться там, где никогда не будет ни фиксированной связи, ни 5G. Появление новой услуги, как это часто бывает, отметил в Твиттере сам Илон Маск. «Старлинг прекрасно подходит для жилых фургонов, кемпингов и вообще любых занятий вдали от городов». А вот во время движения машины спутниковая связь пока не работает, но, как говорят в компании, сейчас ведется работа и над этой задачей. Еще в начале марта Маск сообщал, что инженеры компании пытаются снизить пиковое энергопотребление спутникового комплекта, чтобы его можно было запитать от 12-вольтового автомобильного прикуривателя. Впрочем, некоторые энтузиасты обеспечивают спутниковую связь на своих машинах и собственными силами. Сейчас комплект «Старлинг» потребляет 60-70 ватт, а год назад это было 80-100 ватт. В компании уточнили, что абоненты по зарегистрированным адресам все равно будут получать в сети провайдера более высокий приоритет, чем подписчики услуги Portability. И еще о полетах. В 2020 году Undefined Technologies сообщила о беспрецедентном повышении уровня тяги ионной двигательной установки и революции в области современного транспорта. Прежде ионные двигатели ввиду малой тяги использовались только для осуществления маневров в космосе. Тогда стартап показал видео, на котором в воздух поднимается прямоугольный дрон размером 60 сантиметров в длину и метр двадцать в ширину. Новое испытание второго поколения ионного дрона продлилось 2,5 минуты, а уровень шума снизился незначительно — до 85 дБ. Инженеры хотят довести его до 70 дБ. То есть совсем бесшумным он все же не будет. Судя по видео, Ventus стал более стабильным, чем прошлые прототипы, но испытания под открытым небом в условиях ветреной погоды еще впереди. Компания не сообщает на этом этапе, каким будет дальность действия, скорость и грузоподъемность дрона. И какой же кик без космоса? 19 апреля 2022 года в годовщину своего первого полета вертолет NASA Ingenuity Mars посетил и сделал снимки места падения защитной оболочки и парашюта, которые помогли доставить его и ровер Perseverance на Красную планету. Когда 18 февраля 2021 года космический аппарат вошел в марсианскую атмосферу на гиперзвуковой скорости, он был защищен полимерным тепловым экраном и конической аэрокосмической оболочкой. Когда атмосфера замедлила его скорость до сверхзвуковой, для дальнейшего снижения скорости был развернут самый большой парашют, когда-либо отправленный на Марс. Наконец, оболочка и парашют отсоединились, и люлька с ракетным двигателем зависла над марсианской поверхностью и опустила ровер к земле, после чего она отлетела на безопасное расстояние и разбилась. Двигаясь по заранее с планированному курсу, Ingenuity обогнул обломки, сделал 10 снимков, а затем повернул обратно к назначенной посадочной площадке на расстоянии 75 метров. Таким образом, общее время полета Ingenuity составило 49 минут. И на этом на сегодня все. Спасибо, что посмотрели. Следите за техно-новостями и в нашей телеге, и в ВК. Ссылки мы оставили в описании. Мира вашему дому! Субтитры создавал DimaTorzok